это канал тезис и сегодня у нас в гостях наш друг и товарищ константин скиба константин а сегодня мы собрались не просто так сегодня мы не будем записывать лекцию на тему советская власть и кубанское казачество а как и обещали в предыдущем ролике мы наконец-таки открываем новую рубрику с рабочим названием ответы на ваши вопросы также хочу напомнить уважаемые зрители что мы совместно с константином записали уже целую серию роликов из серии советская власть и кубанская казачество разобрали годы гражданской войны годы не по 30-е годы всего около 12 лекций ссылка на плейлист с этими роликами будет в описании под этим роликом так что если еще не видели наш большой цикл лекций обязательно с ним ознакомьтесь но сегодня как я уже сказал мы с константином будем отвечать на ваши вопросы которые вы задавали в комментариях вопросов было достаточно много понятно повторяющиеся вопросы мы отсортировали взяли интересные какие-то скомпоновали несколько вопросов по одной тематике из них мы сделали какой-то один вопрос более обширный и развернутый и сегодня мы совместно с константином на эти вопросы конечно же ответим да начнем отвечать уважаемые зрители и подписчики канала на ваши вопросы которые вы уже задавали но правда это не отменяет того что вы можете присылать и дальше то есть в процессе что-то где-то как-то может быть там лишний раз пересмотрите наши предыдущие выпуски или вот в сегодняшнем нашем разговоре что-то вас заинтересует пожалуйста мы будем оперативно реагировать ну да сегодня у нас первый блок первая серия ответов на ваши вопросы андрей их собрал заранее мне предоставил посоветовал мне ну как бы их расставить по степени актуальности чистоты насколько это спрашивают и вот первое место ну как бы условно занимает следующий вопрос который был написан ну как он звучал изначально казаки это профессия этнос или сословия то есть вот этот вопрос больше и чаще всего задавали зрители и подписчики канала он конечно же по-разному формулировался примерно такая да ну вот наверное на него сейчас мы и начнем отвечать и так ну в самом вопросе подразумевается как бы несколько блоков то есть там или это профессия или это сословие или это какой-то особый от нас вот наверное по таким блоком мы и будем идти и отвечать и так если начать вообще рассуждать на тему сущности российского казачества ну что это может это какой-то образ жизни довольно такой воинственный или это сословие или это отдельный самостоятельный этнос или еще мы упомянем такую категорию как субэтнос так вот из этого списка ну скажем так вполне очевидным и как бы давно признанным фактом будет следующий что восемнадцатом девятнадцатом веках то есть как тогда когда российское казачество переживала свой ну скажем так расцвет тогда все было достаточно просто и четко в ту эпоху казаки были многонациональным военнослужилым сословием причем вот этот термин еще раз его повторю многонациональное военнослужилое сословие эта формулировка не наша этот оборот это не какие-то там наши вот сейчас нынешние придумки или фантазии ничего подобного это четко научное определение от ведущих российских исследователей специалистов которые занимаются истории российского казачества то есть если посмотреть литературу учебники монографии статьи то это там так и говорится что в те прежние времена казачество было многонациональным военнослужилым сословием то есть здесь все четко но дело в том что история казачества это же более длительный этап чем восемнадцатый девятнадцатый век поэтому останавливаться на термине сословия мы не будем продолжим дальше говорить то есть пока мы не будем торопиться с однозначным выведом выводом что казачество сословие и все вот и больше ничего здесь ну говорить не стоит почему так то есть почему мы тут сразу сказали тут же проявили некоторую осторожность вывода но приведем пример то есть мы сказали 18 19 век статус казачества сословный но какие-то процессы уже тогда шли которые этот сословный статус начали менять приводим пример 1860-е годы это эпоха великих реформ как потом еще говорили по реформе на эпоха россии времена правления императора александра второго то есть это действительно серия очень глобальных серьезных событий которые кардинальным образом изменили жизнь российского общества и дело не только в отмене крепостного права в том числе такие реформаторские процессы определенная часть этих процессов затронула и казачество и из-за этих процессов казачество стало терять свои четкие сословные рамки то есть она как бы стала размываться это дало некоторым современным исследователям право нас называть с этого момента казачество квазисословия то есть вот андрей вот как бы ты для себя вот для себя и наших зрителей интерпретировал сам термин квазисословия то есть появились какие-то признаки которые уже не совсем отвечают определению сословия то есть скажем так не умещается да то есть казачество стало уже такой как бы социальной массой которая стала выходить за рамки вот этого сословного военнослужилого четкого статуса то есть что произошло то есть самое такое простое и ясное понимание кем были казаки тогда это пограничный воин землепашец и здесь есть как бы две таких ну как бы два таких маркера воин землепашец то есть это человек занимается сельским хозяйством он обеспечивает сам себя выходит на службу там со своим снаряжением то есть там отказным получает только огнестрельное оружие а прежней мере на времена вообще ну и винтовки не получал то есть да он не платит налогов он имеет определенные там другие социальные привилегии но все-таки вот два основных маркера он живет ну грубо говоря в станице в сельской местности занимается сельским хозяйством и отбывает военную службу то есть он пограничный воин землепашец но в по реформенную эпоху ну даже и раньше но уж тем более в паре по реформенную эпоху среди казачества уже было много своих священников то есть людей уже ну как бы другого сословного статуса купцов местная интеллигенция была уже казачья появились даже свои казаки ну статусе городских мещан там ну я не знаю там городовые полицейские из казаков и даже уже появились казаки которые перешли в категорию пролетариата то есть вывод казачество стало выходить за свои прежние сословные рамки то есть она стала более таким широким социальным явлением чем раньше да и опять же смотрим вот на этот изначально военно-сельскохозяйственный статус по реформенную эпоху и уже дальше ну там вторая половина 19 века точнее уже конец 19 века мы уже об этом предыдущих выпусках говорили что казачество все больше и больше стало стак тяготиться своей военной службой то есть ее все больше и больше напрягала вот эта военная обязанность которая лежала на казачестве то есть их уже как бы все больше и больше им хотелось заниматься мирным трудом сельским хозяйством то есть они уже сами хотели быть больше не воинами а зажиточными фермерами то есть получается уже и от своей как бы военный вот со военно-сословной составляющей многие казаки стали тяготиться то есть вот какие вещи позволяют некоторым современным исследованием исследователям извините использовать термин квазисословие то есть она как бы и да и нет примеры пожалуйста вот мы как-то упоминали такого писателя как артема веселый который написал достаточно интересную роман который называется россия кровью умытая о революции гражданской войне но основное действие этого романа происходит на кубани прочитаем один интересный фрагмент у старожилого казака михайла черноярова старший сын евсей был подсечен в монголии пули хунхуза под старший петро без вести пропал за кавказье на усмирении третий сын кузьма промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков ушел наниматься в стражнике это же как камнем воду сгинул у среднего игната пехотный полковник сманил и увез невесту тихий набожный от младости своей игнат ушел с великого горя куда-то за волгу в раскольнический ты и давным давно не подавал о себе ни знака ни голоса сын василий пристрастился к торговле и тоже отбился от казачьего рода отломленный кусок и над младший сын дмитрий станичную школу окончил с похвальным листом стал проситься в город потом пролетело времени мало и станичники узнали что митька чернояров адвокатствует в петербурге и обзавелся женой барыней только младший сын иван и нравом и статью весь вышел в отца тот же крутой характер природное удальство любовь к движению ну то есть настоящий казак вот пример одной казачьей семьи которая жила на рубеже 19 20 веков отец завзятый казак старшие сыновья погибли в каких-то военных конфликтах на границах империи а дальше что один стал монахом потом 11 стал ну адвокатом еще один стал ну коммерсантом купцом кстати я тут ну не процитировал там был момент ну тоже как бы если чуть-чуть шире цитировать что потом он барышничал накопил много денег от построил в городе каменный дом и приехал в станицу на собственном автомобиле покрутился под окнами отцовского дома но отец ему дверь не открыл сына не признал и в смертельной обиде сын уехал обратно на своем фыркающим бензином автомобильчики то есть вот конфликт что но отец как бы и от этого сына тоже отказался потому что он казачеству изменил получается да то есть ну вот ну а что касается младшего ивана сына интересный факт что сам артем веселый когда говорил о том как он писал этот роман говорил прямым текстом что прототип вот этого удалого казака ивана черноярова это иван антонович кочубей то есть достаточно известная личность красный герой гражданской войны который кстати во время первой мировой войны воевал под началом андрея шкуро то есть потом они стали врагами кстати георгиевский кавалер там дослужился до звания старшего урядника иван кочубей но гражданскую войну соответственно стал красным казаком и вот этот литературный иван чернояров но в принципе повторил его как бы судьбу и даже как реального ивана кочубея когда он попал в плен белым его повесили ну и в литературном произведении тоже иван чернояров точно также попал в плен и был повешен белыми то есть ну там прямые аналогии там как бы их очень много чтобы понять что это реально иван кочубей и так вот биография одной казачьей семьи ну получается все сходится да то есть кто-то остался там старшие какие-то члены семьи верны вот этой идее казачьей воинской службы всех ее идеалов остальные уже пошли в какие-то гражданские мирные профессии ладно то есть это если коротко на тему чего как понимать сословный статус казачества как этот сословный статус стал размываться со временем и что даже вот в этом отношении теперь используется термин квазисословие то есть если сейчас кто-то вот категорично утверждает что казаки это только сословие они всегда были сословием и все на этом хватит как бы ну тут как бы рассуждали они ничем не отличались от дворянства других сословий российской империи ну нет мне кажется знаешь в этом случае если человек такой утверждает он должен обозначить четкие хронологические рамки то есть как бы вот если мы застывший до процесс берем кусок вот именно в этом как бы вот промежутки до хронологическом да тут они чисто сословия кореш так в истории в действительности не происходит история это процесс да соответственно если мы грипп о процессе тогда все в движении статично так рассматривать вещи нельзя правильно андрей сказал что я вначале коротко упомянул что в эпоху своего расцвета 18 19 век да это не весь 19 век да ну то есть определенный период да вот казачество это ну четкий там военно-сословный статус плюс там юридические документы законы российской империи все это там четко как бы подтверждают а потом стало происходить что-то другое но в принципе и до этого тоже было видимо ну не так но ладно то есть самый употребляемый термин в отношении казачества его сословность мы прокомментировали